Рыбку мышкой Привет всем! Меня зовут Вадим Комиссаров и это рубрика «Новичкам на заметку», где мы говорим об элементарных вещах, которые стоит знать, наверное, каждому начинающему рыболову. В одной из предыдущих передач мы рассматривали всевозможные воблеры. Какие они бывают и чем различаются, но это лишь взгляд снаружи. А что находится в теле самих приманок, что интересного можно там найти и на что обращать внимание при подборе. Предлагаю заглянуть вовнутрь. Начнем с того, что воблеры делаются из различных материалов. Сначала они вытачивались из натурального дерева, например, бальса. Кстати, в настоящее время некоторые компании производят такие же модели. Это имеет и положительные, и отрицательные стороны. Говорят, что деревянные варианты играют более натурально, но в то же время они очень страдают от зубов крупных хищников. Иногда в качестве основы применяется силикон и другой мягкий материал. Однако, встречаются они гораздо реже. И в большинстве своем производители выбирают жесткий пластик. Во-первых, это помогает делать абсолютно одинаковые экземпляры. Во-вторых, это снижает стоимость товара. И в-третьих, появляется возможность отлить любую форму с любыми внутренними камерами и полостями. Итак, что находится внутри воблера? Обратите внимание на стенки данной модели. Это патентованная технология компании OSP под названием Honeycomb Super HP. И действительно, внутренняя поверхность внешне напоминает настоящие соты пчел. В результате получилось совместить достаточно тонкие стенки с их высокой прочностью. Смотрим дальше. Практически все воблеры имеют внутренние металлические элементы, которые по функционалу можно разбить на три группы. Первая система дальнего заброса. Она бывает разной. Самая простая, но достаточно эффективная, это продольный канал, прямой или зокнутый, в котором катается некоторое количество шаров. Работает следующим образом. Перед забросом шарики перемещаются ближе к хвосту, смещая центр тяжести. Таким образом, приманка будет лететь, так сказать, задом наперед, что увеличит дистанцию полета. Но в воде шары возвращаются в первоначальное положение. Более сложной является магнитная система. Рассмотрим ее на примере MacDrive от ZipBates. Суть та же, но здесь по металлическому штоку движется крупный цилиндр. Более того, ближе к голове установлен небольшой магнит, который фиксирует груз во время проводки. Подобный механизм есть и у воблеров Dive, которые в некоторых линейках устанавливают даже не один, а два подобных элемента. Правда, без магнитов. Ну и особо отмечу изобретение компании Megabass. Система носит название LBO. Ее первое поколение состояло из вала, изготовленного из специального материала, по которому по принципу подшипника на мелких шариках перемещается огрузка. Причем для возвращения в рабочее положение достаточно наклона всего в 3 градуса. Затем появилась LBO2. Тут уже огрузка со множеством шариков передвигается внутри полового цилиндра. Обе системы по завелению производителя дают прибавку в забросе примерно на 20%. Вторая важная группа – детали огрузки и балансировки. Это могут быть шары различного диаметра и веса, а также металлические пластины, цилиндры, таблетки и так далее. Именно они зачастую влияют на расположение приманки в воде и ее поведение во время проводки. Кстати, в какой-то степени систему дальнего заброса тоже можно отнестись сюда же. Отмечу, что все эти детали могут быть жестко закрепленными и иметь минимальную подвижность. В этом случае модель считается беззвучной. Однако есть варианты, у которых содержимое обладает той или иной степенью свободы. И вот тут уже появляются различные звуковые эффекты. Где-то тише, а где-то громче. Но есть приманки, внутри которых предусмотрены отдельные шумовые камеры. Это большие и малые полости внутри пластикового корпуса, которые наполнены шариками. Они тоже могут отличаться как диаметром, так и материалами изготовления. Бывают металлические, пластиковые или даже стеклянные. Все это напрямую влияет как на частоту звука, так и на его громкость. А вот посмотрите еще на одну весьма необычную патентованную систему. Как мы видим, это вольфрамовый шар, прикрепленный к металлическому майорнику. При движении он не только меняет центр тяжести, но и стучит о боковые стенки, издавая громкий оригинальный звук. Конечно, все эти эффекты способны привлечь хищника с большого расстояния. Но если рыбалка происходит на запрессованном водоеме, я бы выбрал менее шумный, а может быть и совсем беззвучный вариант. И позвольте показать еще пару воблеров с интересными, на мой взгляд, технологическими решениями. Первая модель, у которой в головной части установлен дополнительный груз на пружине. Таким образом, после очередного рывка этот элемент дает вибрацию на корпус. Минок как бы мелко дрожит во время паузы. Конечно, это может положительно сказаться на его уловистости. Второй вариант способен не только визуально разобраться, задорить хищника, но и привлечь его запахом. Внутри тела мы видим вертикальную камеру с наполнителем типа ваты. Через верхнее отверстие мы наполняем это отделение входящим в комплект аттрактам. И уже в процессе рыбалки данное вещество, имитирующее кровь как по цвету, так и, видимо, по запаху, выделяется в воду через нижнее отверстие. Остается надеяться, что данное видео было и интересным, и полезным. Вам, как всегда, желаю не хвостанить чешуи, ну а мне лайки и подписки. Еще раз напоминаю, меня зовут Владимир Комиссаров, и до новых встреч в рубрике «Новичкам на заметку». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова